Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Продолжаем знакомить вас с ключевыми сотрудниками нашей организации, которые помогают Анатолию Дардовичу Юницкому внедрять в жизнь его разработки. Разрешите вам представить нашего сегодняшнего собеседника. Александр Михайлович Трусь, руководитель Бюро автоматизированных систем в составе управления, систем управления и безопасности. Добрый день. Добрый день. Александр Михайлович, то, чем вы занимаетесь, очень важно для проекта. Расскажите в двух словах о себе, о своем образовании и чем вы занимались, какой у вас опыт работы до того, как вы пришли в проект Skyway. Я закончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Я являюсь инженером электронной техники. До того момента, как я начал работать в нашей организации Skyway, я работал в сфере промышленной автоматизации. За то время, которое я работал, было сделано достаточно большое количество различных решений. И применение этих решений нашло место на многих предприятиях в Белоруссии и в том числе в России. Дело в том, что от идеи до реализации нужно пройти достаточно сложный путь. И для того, чтобы идея, хорошая идея, чтобы она обрела свою реализацию, для этого тоже необходимо затратить определенные усилия и необходим опыт для того, чтобы она действительно начала работать и выполнять те функции, которые на нее возложил разработчик. Вы действительно ценный человек, потому что, в принципе, теоретически разрабатывать это одно, а уметь внедрять теоретические разработки в жизнь, давать им путевку в жизнь, как раньше принято было говорить, это тоже очень ценное и редкое качество. Будьте добры, расскажите, как вы впервые познакомились с идеями Юницкого, с небесными дорогами? Ну, на самом деле, я давно уже знаю о идеях Анатолия Эдуардовича. Я выращен на тех журналах нашего времени, советских, как «Юный техник», «Техника молодежи». В общем, как и я. Еще юный натуралист. Я читал уже давно об этом, и именно с этим рос, с этими идеями советских ученых, и знал о нем уже давно. Анатолий Эдуардович, когда начал деятельность именно Skyway, меня порекомендовали ему… Недавно он уже приехал в Беларусь, наверное. Да, он со мной связался, он рассказал о своих идеях. Мне это весьма заинтересовало, то есть я считаю, что это современно, это интересно, и главное, что это реализуемо. Спасибо большое. Теперь вот вы в Skyway. Вы возглавляете такое важное подразделение, Бюро автоматизированных систем. Кем? Расшифруйте, пожалуйста, чем вы занимаетесь, точнее, подразделение, которое вы возглавляете. Какие перед ним стоят задачи? Ну, как вы понимаете из названия бюро, мы занимаемся решениями автоматизации компонентов комплексов, которые разрабатываются в рамках проекта Skyway. У нас несколько достаточно опытных сотрудников, им делегированы определенные направления. Ну, и в том числе у меня, кроме как функции, я, кроме как выполняю функции руководителя бюро, также веду два направления. Направление вибродиагностики, а также направление автоматизации демонстрационных моделей. Ну да, безусловно, мы штаты не раздуваем, и работают у нас специалисты-многостаночники, и вы один из них. А вы могли бы рассказать понятным более языком, чем занимается ваше подразделение? Например, как я понимаю, допустим, я со стороны, я впервые услыхал, мне кажется, что вы разрабатываете именно систему, которая будет вместо водителя или вместо вагона вожатого управлять подвижным составом Skyway, еще что-то подобное. Правильно ли я представляю себе? Абсолютно правильно. То есть автоматизация, она подразумевает замену либо частичную, либо полностью замену действия человека-оператора. То есть не в лучшем случае, а в максимальном, там, где это требуется, мы будем полностью автоматизировать системы, в том числе и подвижные транспортные модули. А насколько я знаю, ваша разработка – это также модуль, который служит составной частью интеллектуального струнного ограждения, который сверху будет передвигаться по струне и предупреждать потенциальных злоумышленников о том, что не стоит этого делать. Да, одно из направлений – это автоматизация передвижного охранного модуля, который будет двигаться по путевой структуре, расположенной в рамках интеллектуальной системы ограждений. Ну, эта система в данный момент уже монтируется в Экотехнопарке. Я надеюсь, что вскоре мы все увидим, как выглядят ваши разработки на практике. Безусловно, мы готовимся к этому и идем. Очень интересно прозвучало, по крайней мере, весьма инновационно на мой слух, звучит вибродиагностика, очень в духе SkyWay. Не могли бы вы рассказать подробнее, что это такое? Я так понял, что это основная сфера деятельности именно вас, как специалиста, а не как руководителя подразделения. Да, изначально вибродиагностика – это диагностика механических объектов, неких устройств посредством снятия вибраций, которые производят эти устройства, или издаваемых эти устройствами. В нашем случае вибродиагностика – это первичный метод заблаговременной оценки работоспособности, оценки развития или начала развития дефектов, для того, чтобы заранее определить, что наше устройство, наш прибор будет выходить из строя, грубо говоря. То есть мы можем заблаговременно сказать, что этот узел, либо это передвижное транспортное средство не может выходить на линию, не может выполнять свои функции, потому что у него начал образовываться дефект. Я так понимаю, что безопасность, то, в чем Skyway превосходит все остальные аналоги, существующие или разрабатывающиеся, во многом зависит от вас, и во многом благодаря вашим усилиям мы можем обещать нашим потенциальным потребителям, заказчикам во всем мире, что Skyway действительно безопаснее даже авиации. Безусловно, перед нами стоят высокие задачи. Надо понимать, что обеспечение безопасности механизмов, узлов достигается не только нашими средствами. Это прежде всего и решение механики, то есть как мы сделаем подвеску, чтобы даже при наличии каких-то дефектов система оставалась безопасной. Ну и в том числе мы также участвуем, мы осуществляем обеспечение безопасности, этим дополняем и увеличиваем общую безопасность системы. И да, перед нами стоят такие задачи, и они будут реализованы. Мы осуществим и реализуем системы по безопасности, превосходящие в настоящее время воздушный транспорт. Скажите, много ли вам приходится самим изобретать, или уже что-то подобное внедрено или разрабатывается в мире? То есть много ли авторитетов существует в вашей сфере? Изначально надо понимать, что мы не должны изобретать велосипеды. Поэтому в начале каждого направления мы начинаем с того, что знакомимся с современными решениями в мире, касательно каких-то аналогичных устройств, систем, и как эти решения применить. То есть мы на них базируемся. После чего мы стараемся улучшать, либо применять дополнительно какие-то меры, уже разработанные непосредственно самими, для того, чтобы сделать эти системы безопасности более функциональными, чтобы повысить их уровень безопасности. Какие основные трудности в вашей работе? И как вы их преодолеваете? То, что мы сейчас разрабатываем, это воплотиться в жизнь через некоторое время. Исходя из этого, можно сказать, что мы можем предположить о том, что будет безопасно. Мы берем вектор нашей разработки в сторону безопасности. Но для того, чтобы удостовериться в этом, мы должны будем провести еще достаточно серьезное количество различных испытаний тех систем, которые будут реализованы, чтобы удостовериться в том, что это безопасно. Слава Богу, наше время, развитие систем вычислительных позволяет нам смоделировать многие эти процессы. И главное, понимать это. То есть понимать то, что недостаточно предполагать безопасность, надо еще это проверять. Мне кажется, в этом есть сложность. Но если это понимать и как грамотно к этому подходить, то мы все реализуем как надо. Спасибо. Большое успехов вам в реализации всех ваших идей и изобретений. Призываю всех подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлением новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv.thefisystems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда ваша жизнь станет намного безопаснее. Все проблемы будут диагностироваться и устраняться заранее. Строй Skyway, спасай планету. Так, друзья, добрый вечер. Как вы понимаете, сегодня среда, 20 часов. Поэтому мы продолжаем нашу работу. Вот у нас уже прошел сегодня вебинар на 19 часов для новичков. Вот, я думаю, кто-то зашел еще на него. Вот, было какое-то количество, как у нас показывает практика, 10-15% тех, кто зашел первый раз к нам на огонек, и, соответственно, первый раз окунулись в атмосферу Skyway, увидели, услышали. Вот, мы, друзья, сознательно разнесли для новичков и для тех, кто уже в теме в разговоре, в, соответственно, материале Skyway, именно для того, чтобы не взрывать мозги, и люди с первого получения информации о Skyway не слышали сразу о десятках, сотнях и тысячах триллионов, от капитализации акций в десятки, сотни раз, в проектах, которые могут менять ВВП и России в десятки раз и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, это, друзья, не... Ой, я извиняюсь, что еще немного... Отхожу еще из лезли, поэтому, как бы, еще, так сказать, восстанавливаю. В следующем выходном в Марино-Горке будем уже все здоровы на эко-фестивале нашем Skyway. Так вот, то, что сегодня произошло и происходит, это закономерный процесс, и мы уже не раз и не два об этом говорили, о том, что мы с вами создали, и каждый из вас, подсоединившийся и участвующий в проекте Skyway, кто доносит информацию, приводит новых акционеров, которые привлекают новые компании, которые доводят информацию, это, друзья, наша общая работа, и мы сегодня однозначно можем сказать, что результат этот есть, и он сегодня довольно-таки значительный. Вот сегодня я бы хотел, и для меня тема сегодня очень важная, и я с большим удовольствием всегда на тем говорю, но, к сожалению, мы не всегда можем себе позволить на вебинарах, которые мы обычно с Алексеем ведем, технико-экономическим, именно говорить о тех вещах, о которых мы будем говорить сегодня, потому что они все-таки несколько находятся за пределами того инвестиционного планирования, которым мы с вами занимаемся, то есть не 2, 3, 5 и даже 10 лет, а несколько дальше в горизонт планирования, но это очень важный момент, потому что на этом стоит вся программа Skyway, это вся инженерная школа Юницкого, которая развивала дело, и самое главное, что, друзья, это концепт понимания того, что происходило, что происходит, и что дальше будет происходить. Речь идет о разработке Юницкого, именно как инженера, с чего он начал, как именно изобретатель, это система неракетного освоения космоса. И сегодня, естественно, друзья, вы понимаете, не просто так мы подняли эту тему, не просто так на следующий день, после того, как вся страна праздновала День космонавтики, мы говорим об этой теме, и сегодня не то, что как это не звучит, а я могу сказать, что проект Skyway и то, что мы с вами делаем, напрямую связано и с теми наработками теоретическими, которыми давались еще 100 лет назад, гениальным нашим именно предсказателем, именно техническим предсказателем, аналитиком, блестящим аналитиком. Это Константин Эдуардович Солковский, который предсказал, показал развитие целой отрасли человеческой мысли, целой отрасли науки, целой отрасли, которая сегодня активно развивается, это космонавтика. Он первый показал использование закона сохранения импульса для реактивного движения, соответственно, первый сконструировал многоступенчатые ракеты, провел даже испытания прототипов. Он теоретически описал и многоступенчатые ракеты, и орбитальные комплексы, и камеры шлюзования, и переходы с первой, на вторую космическую скорость. И, соответственно, очень много, что описал, и это благодарные потомки. Мы сегодня помним и ценим его работу, и, соответственно, сегодня Академия космонавтики носит имя Константина Эдуардовича Солковского, потому что это крайне важный для нас такой вопрос, крайне важный, важная веха. Так, Алексей, давай тогда слайд уже с этим самим, и почему это сегодня нас касается напрямую. Потому что более 40 лет назад инженер Юницкий, тогда молодой человек, который занимающийся вопросами движения, предложил новую концепцию неракетного освобождения, новой транспортной системы, которая позволит выводить в космос сразу десятки миллионов тонн полезного груза, причем с себестоимостью в тысячи раз дешевле, чем сегодня это делает ракетная техника. Соответственно, были репортажи и анализ с точки зрения вся правда о космической отрасли. Вот, мы дадим эти ссылки обязательно, где анализируются и показываются, что с помощью ракеты абсолютно невозможно осваивать космическое пространство, что это научный эксперимент, это научная работа, и человечеству уже 55 лет, ну, фактически, с запуска первого космонавта, пилотируемого аппарата, который как раз и произошел 12 апреля 1861 года. До этого в 1957 году стартовала первая баллистическая ракета, потом была выведена на орбиту, соответственно, первый спутник Земли, потом проводились ряд экспериментов с животными, потом запускались манекены с животными, то есть это все проводился эксперимент. И вот 12 апреля Сергей Павлович Королев, генеральный конструктор именно транспортных систем, ракетных систем, принял решение запустить пилотируемый старт. Создан был до этого первый отряд космонавтов, из 20 человек, из которых было выбрано 6 человек, включающих сейчас уже всем известных Юрий Алексеевич Гагарин, и Борис Титов, и Комаров, и Быковский, то есть это вся плеяда, которая... Я почему это знаю? Не то, что знаю, то есть для меня это с детства известно, я всегда интересовался космонавтикой, всегда интересовался развитием, то есть естественно в детстве хотел быть космонавтом, а даже когда по здоровью я не пошел в летную училище, где-то можно было пройти, ну и дальше претендовать, я тем не менее учился в авиационном институте инженерном, именно с тем, чтобы хоть как-то быть ближе, для меня это всегда была тема, он помер один, тема хобби, и там как раз я на первом курсе, готовя первую свою курсовую работу, столкнулся с вопросом транспорт будущего, и с этого как раз начались мои такие теоретические изыскания, вопрос о том, как же будет развиваться транспортная система, и этот ответ я нашел ровно 15 лет назад, 16 апреля 2000 года, я почему-то точно знаю эту дату, потому что в этот день ко мне в кабинет пришел Анатолий Дуарчевницкий в свой день рождения и сказал, что он занимается транспортной системой и знает, как будет выглядеть транспорт в будущем. Соответственно, все мои работки уложились, я четко понял, как это будет развиваться, и вот с тех пор я в проекте, с тех пор я занимаюсь проектом Skyway. А Юницкий, как человек, который предложил новую концепцию освоения, представляете, насколько он в конце 70-х годов опередил время, опередил видение технологическое развитие, когда еще только стартовала космическая отрасль, которая тоже очень интересный анализ сегодня, если так делать, с точки зрения вообще космической программы, как она развивалась, это тоже очень интересно, и роль личности в развитии технологии, она в данном случае, наверное, настолько уникальна и настолько значима, что переоценить или недооценивать, это тоже невозможно. То есть, если говорить о теоретических разработках, то, естественно, что здесь мы не можем не говорить, это Константин Эдуардович Циолковский, потом Цандлер, это наш выдающийся математик, который дал основной расчет, потом целая плеяда была математиков и теоретиков, которые показывали основы движения, и тут, конечно, нельзя не говорить о Сергею Павловиче Королеве, который именно обушевленный этими концепциями, который начал создавать в середине 20-х годов сначала планера на реактивной тяге, потом уже приступил к созданию ракетных систем сначала военного назначения, то есть во время войны вы знаете, что использовали его разработки, мы сегодня его знаем как гвардейский реактивный миномет «Катюша», соответственно, это тоже все реактивное движение. Параллельно с этим развивалась очень мощная школа реактивного движения, которая развивалась в Германии, потом молодым технологом, молодым парнем, который также увлекся через идею Циолковского ракетным движением, это фон Браун, который в виде игрушек сначала создавал небольшие ракеты, которые потом переросли уже в мощное оружие В-1 и В-2, и ни одна тысяча этих ракет бомбили Лондон, и довольно-таки точности они уже к 45-му году достигли при наведении этих ракет, баллистических ракет, и уже после поражения во Второй мировой войне, американцы, так как фон Браун попал в зону соответственно влияния американцев, они всю его инженерную команду вывезли в Соединенные Штаты, и образовали на тот момент национальное аэрокосмическое агентство, во главе которого как раз стал фон Браун, и это тоже интересное такое развитие, то есть человек, который всю жизнь преследовал и придерживался нацистских взглядов, который был ярым нацистом и соответственно поддерживал Гитлера в свое время, тем не менее после поражения, после того, как изменились правила игры, он уже в Соединенных Штатах возглавил агентство НАСА, и соответственно стал еще и почетным гражданином Соединенных Штатов, и то направление, которое он вел, оно было очень серьезно и результативно по реактивному движению. Соответственно в зоне советских войск оказались все заводы и лаборатории фон Брауна, мы получили первые образцы и как раз Сергей Павлович Королев получил первое задание это воспроизвести ракеты ФАУ по тем чертежам и дальше начинать их совершенствовать, развиваться. И практически с 45-го по 45-й наверное даже по 51-й год шли активные работы, они были не очень результативными, то есть было очень много неудач и Сергей Павлович принял тогда принципиально новое решение он отошел от той концепции от той идеологии которую заложил фон Браун и стал развивать новое направление на свой страх и риск и соответственно это стало приводить к серьезным результатам и в 57-м году удалось создать многоступенчатую баллистическую ракету которая преодолела на тот момент первые 4000 километров и это был прорыв соответственно и по выводу за пределы атмосферы и по соответственно расстоянию которое было преодолено и дальше естественно что Сергей Павлович понимая направление и движение именно ракетной техники что это не только военная не только доставка ракетоносителей на тот момент ядерного оружия когда уже такой развивающейся гонки вооружений он видел конечно и в этом пилотированную космонавтику освоение космоса так как Салковский закладывал что человечество рождается и оно на земле является как в колыбели а дальше по мере развития технологий будет выходить сначала робкими шагами осваивать околоземную орбиту а потом уже будет делать шаги по освоению дальнейшего космоса это вечная такая мечта цивилизации потому что расширяться и соответственно мы видели с каким энтузиазмом было воспринято и в Советском Союзе космическое именно вот это развитие именно космические успехи и вот эта гонка с американцами это была действительно гонка технологий и Советский Союз долгое время на равных соперничал с Соединенными Штатами но после того как ушел из жизни Сергей Павлович Королев то есть это конец 50-х и все полностью 60-е и потом 70-е годы конечно американцы за счет технологий сделали резкий прорыв они запустили программу Аполлон по освоению Луны и созданию лунных колоний они запустили программу шаттлов то есть пилотируемых возвращаемых летательных аппаратов но тем не менее как показала практика советская школа космонавтика которая развивалась за счет развития сначала союзов потом протонов сегодня уже есть целая пильяда ракет ангара который выводит по 25 тонн на орбиту то есть ни один сегодня космический аппарат не может похвастаться тем что такие выводят грузы это все друзья как раз советская космонавтика и сегодня мы наследники этой космонавтики потому что сегодня конечно то что происходит в Роскосмосе или то что сегодня делается это эксплуатация тех наработок которые есть и даже те двигатели которые мы сегодня продаем американцам для их ракет они сделаны на объединении Минихроничева я был на этом объединении я смотрел там средний возраст рабочего это 70 лет я не ошибся 70 лет и они вручную лобзиками выпиливают формы для которых заливают потом соку для ракет то есть это конечно выглядит очень друзья удручающий с точки зрения но тем не менее эти ракеты и эти двигатели выполняют свои задачи и на сегодня до сих пор это самые дешевые выводы космос но друзья почему нам это сегодня обязательно понимать и обязательно во первых это национально значимая отрасль это национально значимые проекты которые или воодушевляют вы видели вчера очень было много репортажей про космонавтику про Юрия Алексеевича Гагарина про первый отряд космонавтов вообще как это делается это национальная гордость потому что это те технологии которые показывают возможности всей промышленности поэтому к этому было такое очень отношение серьезное во вторых Сергей Павлович Королев который первый показал что такое генеральный собирает коллектив выставляет задачи получает результат и может его реализовать уже непосредственно в железе для того чтобы получить конкретный результат и взяв на себя ответственность поэтому на наших глазах тоже происходило изменение когда Юницкий из теоретика из изобретателя который сначала дал теоретическое обоснование движения неракетным освоения космоса то есть это ОСТУ то есть это система которая выводит грузы с законом сохранения масс на низкогеостационарной орбиты я не буду останавливаться сейчас на технических подробностях посмотрите фильм в небо на колесе это белорус фильм и соответственно в конце 80-х годов по-моему в 89-м году Юницкий провел Гомель международную большую конференцию именно по основе неракетного освоения техники где присутствовали очень многие космонавты Евгений это мой земляк с Кемеровской области и Игорь Петрович Волк тот который предлагал Юницкому еще на Буранах полетать вот мы с ним сидели как-то в кабине МиГ-29 в свое время то есть недавно он был на одной из наших конференций передавал большой привет Юницкому то есть мы с ним ну скажем так переписываемся общаемся он акционер нашей компании вот и как раз по освоению неракетного техники в 89-м году это был настолько смелый шаг но друзья почему на тот момент это не могло быть реализовано и не могло быть даже серьезно рассматриваться во-первых потому что напрямую и наиболее такими большими шагами развивалась космическая гонка во-вторых что самое важное сегодня то что мы называем вот этой стационарной диостационарной транспортной системой которая будет выходить на орбиту и выводить миллионы тонн грузов это в нашем сегодня классификации уже седьмой технологический уклад мы сейчас формируем только шестой транснет это транснет это струнные технологии это технология Skyway а в восемьдесят девятом году еще не начал даже формироваться пятый уклад это то что дал сетевое построение то что дал интернет соответственно перескочить на два технологических уклада и вывести показать технологию которая будет следом за два уклада вперед это конечно намного опережающее свое время и Юницкий обратным счетом пришел к струнной системе как более упрощенной более простой системе которая позволяла сначала создать транспортную коммуникационную систему именно планетарного значения на всей земле и мы сейчас приступили к ее реализации за это время реализовался интернет соответственно развился коммуникационные системы именно с точки зрения получения обработки передачи использования и хранения информации отработались уже микроэлектроника то есть с применением пьезоэффекта когда мы стали миллиарды устройств видеть друг друга и у нас сегодня все информационное пространство объединилось в единую систему которую мы сегодня называем интернетом и без интернета сегодняшнее существование цивилизации цивилизационного человека просто не может мы находимся в этой среде сегодня мы приступили и с вами уже делаем шестой технологический уклад транснет и то что сегодня вы самое главное должны понимать что насколько интернет изменил жизнь за предыдущие 30 лет настолько транснет изменит жизнь за ближайшие 10-15 лет причем эта жизнь изменится настолько радикально и настолько серьезно насколько вы сегодня представить даже не можете так как мы не могли представить что будут видеоконференции с 40 странами одновременно что будет бесплатный скайп то есть видеосигнал из любой точки земли в любую точку земли как будет мобильная связь как будет GPS некоторое время назад 10-15 лет назад 20 лет назад это были просто фантастические вещи которые казались невозможными сегодня мы открыты информационно сегодня из любой точки можно позвонить в любую точку и соответственно это информационная свобода которая сегодня нам дал интернет так вот транснет это следующая сеть которая даст следующую свободу когда вы из любой точки земли когда находясь на своей кухне можете уехать в любую точку не выходя не вставая со своего рабочего стула со своего рабочего кресла соответственно если интернет убрал информационные границы то транснет уберет следующие границы не будет границ между государством между континентами и это друзья произойдет еще более серьезные изменения потому что понимаете то что я говорю насколько это серьезно насколько это изменит все сегодня геополитическое позиционирование страновой позиционирование и так далее и так далее, и так далее. Мир станет более открытым, более свободным, более безопасным, не будут гибнуть десятки миллионов человек на дорогу и так далее, и так далее, и так далее. Тут много задают вопросов, особенно я не люблю, я не люблю выключать чат, здесь много пишут вопросы вот эти вот люди, замороченные каким-то теневым правительством, какими-то врагами, которые хотят все что-то уничтожить, о том, что из нас, из России пытаются сделать рабов или еще, так сказать, много пред, которые сейчас несут, особенно многих политиков, послушаешь в преддверии выборов и так далее, вообще не хочется ни рассуждать, ни делать. Так вот, друзья, я могу сказать, что мир, который сегодня идет, мир, который будет через 10-15 лет, он будет совсем не такой, как представляют эти деятели или эти пессимисты, и я тоже всегда люблю говорить, что будущее для оптимистов это сбываются мечты, а для оптимистов это когда сбываются опасения. Поэтому каждый выбирает то, что для него будет сбываться. Так вот, я могу сказать, что для меня, для нашей команды, для тех, кто собрался вокруг Юницкого, будущее это безопасное движение, это абсолютная свобода перемещения, это бесплатное перемещение из любой точки земли в любую точку земли первым классом самолета, это экологическое жилье, где будем жить на берегу красивейших мест, это очень высокооплачиваемая, серьезная работа, которая будет практически безграничной, в которой будет создаваться огромное количество рабочих мест по развитию системы Транснет. Это экологические продукты, это хорошее образование, и самое главное, это чистая планета, которая дышит чистым воздухом, пьет чистую воду, питается чистыми продуктами и занимается чистой работой. И если этот мир кому-то не нравится или кто-то видит другие перспективы, я могу сказать, друзья, мы с вами занимаемся, наверное, разными вещами, потому что я прогнозом и фторологии занимаюсь довольно-таки давно, и в определенных кругах ко мне прислушиваются и к тому, что я говорю, это действительно очень серьезные и важные вещи, и как раз мы представляем о том, как будет жизнь меняться через 3, 5, 10, 15 лет. Вот все это то, что сегодня основывается на технологиях SkyTech, это то, что разработала инженерная школа инженера Юницкого. И когда мы говорим, что день космонавтики, когда мы говорим, что вчера мы отмечали выдающийся праздник, это, друзья, детский сад, но это не саркан. Детский сад с точки зрения развития технологии. Это первые шаги человечества, это первые шаги для того, чтобы выйти к освоению космического пространства, чтобы сделать следующий шаг. С помощью ракеты, ракетной техники невозможно дальше развивать. С точки зрения науки, да, это огромные затраты, это огромные затраты с точки зрения ресурсов, потому что ракета сжигает за один гептин в таком количестве, что это ядовитое вещество, что им можно отравить все население Земли, так один старт. При этом огромное количество продуктов сгорения, это огромное количество озона, который сжигается. То есть это, конечно, с точки зрения экономики, это барварские вещи, но это плата за науку, которую мы сегодня сделали. И вся космонавтика, которая развивалась 55 лет, это научные эксперименты. Они именно направлены на то, чтобы мы получили опыт. И сегодня российской космической школой и вообще мировой космической школой наработан колоссальный опыт. Я лично таком Сергеем Крикалевым, это человек, который больше всех жителей Земли провел в космосе. Более 800 суток, друзья, вздумайтесь, 800 суток на орбите. И мы с ним очень много обсуждали перспективы космонавтики. И как раз когда я ему рассказывал концепцию о том, что безракетное освоение космоса, о том, что миллионы груза могут вывести одним рейсом, о том, что на орбите будут построены заводы, лаборатории, перерабатывающие цеха, будут сотни тысяч людей одновременно работать на орбите. Он на меня посмотрел, он говорит, знаешь, я в это верю, потому что я всегда понимал, что это наука. А когда мы с ним стали обсуждать будущее перспективы космонавтики, он сразу увидел, что на орбите мы будем создавать стартовые площадки, то есть с помощью этой системы, которая будет выводить миллионы тонн, то есть, соответственно, и горючие, и ракеты. А вот уже с этих стартовых площадок, где уже нет притяжения Земли, когда уже преодолена первая космическая скорость, соответственно, можно выходить уже на старты для того, чтобы отправить ракеты и экспедицировать дальше. Соответственно, это то, что будет осваивать космос дальше. И я обязательно попрошу Сергея Николева, чтобы он поучаствовал в нашей работе, поучаствовал в наших вебинарах, то есть мы запишем обязательно с ним интервью, потому что это действительно умнейший, интереснейший человек, который понимает перспективы и как раз с точки зрения концепции освоения космоса, которую сегодня предлагает наша технологическая экономическая школа, он как раз это один из первых это понял и самым активным образом поддержал. И для него как раз понятие, что строй SkyWay спасает планету, это не пустые слова, а четко человека, который профессионально, это дважды герой, он и герой Советского Союза, и герой Российской Федерации, и соответственно тот человек, который отвечал за технологическое развитие именно всего звездных, ну именно подготовки космонавтов. По-моему он и сейчас его возглавляет, если мне не изменяет память. Вот, поэтому обязательно беру на себя такое обязательство провести с ним совместную встречу, провести это и показать вам его интервью о том, как он видит перспективы. И друзья, сейчас уже это не пафосные слова, это абсолютно реальность, о которой мы сегодня говорим, что сегодня действительно ЮНИЦ создает концепцию, которая позволяет создать сеть шестого поколения, это транснет, Земли, которая примерно через 8 лет замкнется и таким образом получится единое пространство с оптиковолокном, который будет распространять сигнал со скоростью света по всей территории Земли, а это 300 тысяч километров в секунду, это значит соответственно будет распространение неограниченного количества сигнала. И соответственно мы приступим к созданию системы, это мечта инженера ЮНИЦКОГО, уже общей планетарной системы, которая позволит создать транспортную систему, которая будет дешево и очень быстро выводить грузы на орбиту. Следующий этап. И в чем, друзья, эта уникальность, почему я сейчас попросил показать именно и Сергея Павловича Королева и Циолковского, что время, которое было отведено в четвертой технологическом укладе от создания концепции движения ракетного техники до ее реализации прошло практически 80 лет. А к той пилотированной космонавтике, которая сегодня прошла почти 100 лет. Соответственно Циолковский как разработчик, он не мог претендовать и он не мог заниматься практической реализацией своих идей. Сергей Павлович Королев, который был последователем Циолковского, он как генеральный конструктор, который осуществлял эти задачи, он выполнял определенную роль, которую кроме него выполнить не мог. И это уникальнейший организатор, уникальнейший ученый и соответственно уникальнейший генеральный конструктор. Так вот, мы сегодня, друзья, на наших глазах видим, что от концепта разработки до уже внедрения проходит менее одного поколения. То есть Юницкий как изобретатель, как автор, как научный разработчик определенной научной концепции идей, сегодня, еще являясь генеральным конструктором, реализует эту систему. И сегодня на его глазах, то есть помните репортажи, когда Михаил Кельченко спрашивает себя, ощущаете, когда видите, что строится дело в вашей жизни 40 лет. Он говорит, ну как, конечно счастлив. Так вот, друзья, и сегодня мы подошли к тому, что при формировании транснета мы создаем основу для того, чтобы перейти к седьмому технологическому укладу, спейснет. И мы сегодня, почему, друзья, об этом говорим? Потому что уникальная дата, уникальный вопрос. Мы говорим о космонавтике. Космонавтике это всегда казалось фантастикой. Космонавтика это всегда то, что воодушевляло. Вы вспомните песни, я помню, друзья, караваны ракет. И это, когда эта песня звучала в 61 году и стала гимном первого отряда космонавтов, это казалось фантастикой. Но, тем не менее, друзья, мы увидели орбитальные комплексы. Сегодня МКС это целый город, который летает на орбите, то есть развивается. Там уже живут десятки космонавтов. Но, опять же, друзья, возвращаясь к нашему представлению, это все научная база, это наработка научной, соответственно, опыта для того, чтобы перейти действительно к эксплуатации космоса уже как необходимого пространства. Потому что, когда будут строиться десятки и сотни заводов, десятки и сотни лабораторий и десятки уже реально производственных цехов на орбите, этот опыт будет крайне востребован. И здесь у нас тоже была некая конкуренция с американцами. Американцы проектировали, планировали строить колонии на Луне, но, тем не менее, Луна это все-таки дополнительные затраты на взлет, на посадку. Это все-таки температурная зависимость, которая идет от колебаний на солнечной или не на солнечной стороне. Поэтому концепция орбитальных комплексов, она все-таки принята. И в этом плане то, что предсказал Циолковский, это единственно верное. И, соответственно, Сергей Криколев, который 800 суток, более 800 суток провел на орбите, это как раз бесценный опыт, это бесценная научная такая наработка, которая позволит, используя этот опыт, используя эти технологии, которые наработаны, делать и развиваться дальше. Для чего это надо? Для чего надо вводить то, что у меня на первом вебинаре был вопрос, друзья, нам на земле бы разобраться, а почему нам надо думать про космос. Друзья, в этом как раз заключается, что техногенная технология, техногенная цивилизация, которая сегодня там, где живет, там потребляет и там же гадит, соответственно, этот порочный круг должен быть разорван. Все вредное производство для жизни человека мы должны вынести за пределы атмосферы. Для этого и будет создаваться седьмой технологический уклад, и как раз за седьмой уклад вся промышленность, которая наносит вред окружающей среде, она будет вынесена за пределы атмосферы. Если в шестом технологическом укладе, если в сегодня за ближайшие годовая энергетика перейдет на альтернативные, на возобновляемые источники энергии, если весь транснет, все движение также перейдет на возобновляемые источники энергии, то вся промышленность, она еще будет сжигать кислород, она будет гадить атмосферу, и как раз для того, чтобы замкнуть цикл и сделать землю абсолютно чистой, абсолютно экологичной, пригодной для проживания населения, наверное, в три раза больше, чем сегодня, но это для комфортного, благоприятного, я бы сказал, счастливого проживания. И как раз технология, которая сегодня развивается, она идет в этом направлении. А космос, он будет для вредного производства, потому что там нет атмосферы и кислорода, он будет для производства определенных сверхчистых материалов и так далее, и так далее, и так далее. И здесь, конечно, я, Алексей, более подробно потом расскажет, ну сейчас следом за мной, о наших взаимодействиях, взаимодействиях, и как мы предполагаем ту теорию, которую разрабатывает Эллен Маск, потому что с Элленом Маском, уже не раз вы, наверное, слышали, мы сталкиваемся и пересекаемся во многих направлениях. Мы сегодня конкуренты с ним, реально прямые конкуренты по энергетике, бытовой энергетике, и инженерная школа Юницкого, она, я думаю, выиграет эту конкуренцию, потому что те решения, которые сегодня предлагают для жилья именно наши инженеры, они более интересные, чем Эллен Маск. Второй момент, это конкуренция по поводу электромобилей, то есть автомобили Тесла, которые сегодня запустил Маск, они тоже по своим свойствам намного уступают и Юнибайкам, и Юнибусам. Те, которые мы сегодня создаем, это транспорт второго уровня, поэтому здесь Эллен Маск будет в проигрыше. Но у него есть еще одна очень интересная проект, это Space X, то есть это космическое путешествие сначала на околоземную, а потом дальше он ставит одной из целей, задач путешествия на Марс, то есть освоение Марса. Так вот здесь как раз мы можем объединиться с точки зрения концепции, о том, что с помощью транспортной системы Юницк будут лодиться миллионы тонн груза на околоземную орбиту, на геостационарную, а уже там будут готовиться стартовые площадки для того, чтобы Эллен Маск уже на своих ракетах летел уже к Марсу или там, куда ему будем дальше двигаться. Поэтому здесь я думаю, что мы в этом плане союзники и не зря в сентябре Анатолий Юницкий и Эллен Маск будут выступать на одной трибуне, будут участвовать в одной выставке и даже стенды будут рядом на международном форуме инноваций в Берлине. Поэтому я думаю, что еще много чего интересного мы увидим. Поэтому, друзья, почему сегодня я с такой легкой душой и почему мне нравится то, что мы сейчас сделаем, потому что очень хороший повод в день космонавтики. И здесь, друзья, нам есть что сказать, потому что то, что мы делаем с точки зрения развития космической отрасли, это передовой шаг и сегодня об этом практически никто не думает и в этом практически никто не работает. И это не повод, чтобы об этом не говорить и тем более, друзья, это не повод, чтобы этим не заниматься. И в этом плане я могу сказать, что развивая Skyway, то есть развивая группу технологий Skyway, строя Transnet, мы подходим к следующему уже седьмому технологическому кладу. Опять же, друзья, почему мы заговорили о седьмом кладе? Потому что мы с вами формируем шестой. И при формировании следующего мы уже сегодня можем предполагать, как он будет выглядеть. И тут неожиданно, когда мы с Алексеем готовили сегодняшний вебинар, когда мы готовили слайды, неожиданно возник вопрос, который я никогда себе даже не задавал. Друзья, а что такое восьмой технологический уклад? Как его себе представить? Мы даже не задавались этим вопросом, потому что при неформировании шестого уклада, когда только-только сегодня появляются черты седьмого технологического уклада, а вы зайдите в интернет, зайдите в Википедию, вы нигде не увидите сегодня описание. Это технологическая сегодня составляющая, она даже не обсуждается. Там есть футуристические прогнозы, но при всем даже нашем очень глубоком уважении к Курцвеллу, то есть это технический директор Гугла, на 70% то, что он говорит о своих прогнозах футуристических на сегодняшний момент, это уже не соответствует действительности, это уже несбыточные вещи. А то, что мы сегодня описываем, шестой и седьмой уклад, мы исходим из тех возможностей, которые дает технологическая школа. Так вот, друзья, сегодня реально первый раз возник вопрос, а будет ли описание или будет ли хотя бы какие-то очертания восьмого уклада, то есть что будет дальше. И тут неожиданно собой возник вопрос, что скорее всего восьмой технологический уклад, это будет связано с тем освоением уже за пределами атмосферы, за пределами орбиты Земли, то есть когда у нас будут сырьевые базы на других планетах, когда будем гелий возить с Луны, это колоссальное количество энергии, это огромное количество полезных искренних на Марсе, то наверное, но опять же, друзья, это я сейчас рассуждаю с точки зрения уже того футуристического прогноза, который мы сегодня с вами сделали. Поэтому здесь уже, друзья, не обессудьте, что мы с вами разговаривали сегодня на такие темы, потому что, а когда, как не сегодня об этом говорить, потому что орбитальная система инженера Юницкого разработана уже более 30 лет, возьмите книгу «В небо на колесе», Юницкого небесной дороги, фильм «В небо на колесе», это уже давно описано. И не говорить об этом, друзья, это так же глупо, как и сегодня, не замечать о том, что транснет начинает шагать, о том, что транснет не трогает доминирующие технологии. И тот, кто сегодня этого не видит, это, друзья, просто с точки зрения развития технологий недалекие люди. Потому что мы в ближайшее время вам покажем видение, как будет наша жизнь меняться реально по годам. Какие основные преимущества нам даст шестой технологический угол и технология транснет, как это коснется каждого из вас, соответственно, что мы из этого будем иметь. А мы, как команда, которая работает по созданию технологии, по внедрению технологии, по получению коммерческой прибыли уже от этих технологий, я могу сказать, что, друзья, мы с вами занимаемся очень серьезным, большим проектом, и задача сегодня показать, что у него есть еще и действительно космическая составляющая, а не просто натянуть струну и получить капитализацию. Это, друзья, все-таки та работа, которая сегодня дает результат, и это составная часть. И я абсолютно уверен, что Антон Дорожевич Юницкий увидит и мы будем активно реализовать уже не только шестой технологический уклад «Станснет» и «Скайвей», а мы перейдем к седьмому технологическому укладу «Спейснет», «Спейсвей», и это будет следующий шаг, который, сказал Циолковский, обязательно ожидает человечество. Поэтому строй «Скайвей», спасай планету. Алексей, тебе слово. Я очень рекомендую послушать выступление Алексея, потому что он, как всегда, дает свой и очень оригинальный взгляд на те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем. Алексей, тебе слово. Ян Петрович, дорогие друзья, ну сегодня несколько такой футуристичный вебинар у нас получается неспроста, потому что вчера был день космонавтики, и на самом деле он футуристичный, и это ближайшее будущее нам и господа, потому что после освоения и начала строительства сети «Транснет», то есть освоения второго уровня, то есть уже не первый уровень, ни дороги, ни автомобильные автострады, уже несколько выше, произойдет на наш взгляд достаточно быстро замыкание сети «Транснет», то есть это обозримые 5-7 лет, и, соответственно, в ближайшие 10 лет теоретически может начаться развитие как раз-таки сети уже нового поколения, это космическая сеть, и, соответственно, вот такая закольцованная сеть именно будет являться дополнением и вообще полной заменой всех транспортных средств, которые на сегодняшний день используются для поднятия грузов на геостационарную орбиту. Также будут, естественно, подниматься и люди, потому что необходимо будет работать на орбите, как Сергей Анатольевич сказал, будут находиться как вредные производства, так и те производства, которых не существовало до того момента, как это произойдет, то есть создание абсолютно инновационных материалов, то есть сталь, очень высокой частоты, что возможно только в космосе, только в вакууме, на Земле это будет очень дорогостояще. И такие проекты глобальные, общепланетарные, так скажем, уже создавались, то есть это, например, Международная космическая станция, МИР, и, собственно, действительно это при согласованности, при взаимной согласованности имело место быть реализовано. И многие сейчас также начинают спорить насчет темы космического лифта. Еще ранее, более 30 лет назад Анатолий Эдуардович Уницкий признал и сказал абсолютную неэффективность космического лифта. И я хотел бы вкратце вам осветить о недостатках космического лифта. Во-первых, данное сооружение, данная конструкция должно обладать огромной прочностью материала для троса, то есть это углеродные нанотки, которые сейчас позиционируются, их изобрели не больше никаких метров в длину и нескольких десять сантиметров даже, извиняюсь. И, соответственно, в ширину также они минимальны на сегодняшний день. То есть пока такого материала нет. И, соответственно, так как будет огромная восприимчивость этого троса к опасным вибрациям, то есть солнечный ветер и так далее будет очень сильно раскачивать эту конструкцию. И несмотря на решение и так далее, то есть кто-то предлагал прикрепить микродвигатели к тросу космического лифта. Но это создаст достаточно серьезные такие препятствия в техническом обслуживании. И более того, это может кабинки вот эти позиционируемые, которые по максимум нескольким тоннам груза можно будет поднимать на высоту геостационарной орбиты. И не стоит забывать о силе Кориолиса, которая будет препятствовать на самом деле подниманию вот этой кабинки. И сила Кориолиса обратно пропорциональна величине прогиба троса и прямо пропорциональна соответственно скорости подъема груза и его массе. И таким образом она будет очень сильно мешать поднимать груза на геостационарную орбиту. Это тоже такое препятствие. Ну и естественно спутники и космический мусор. На сегодняшний день многие уже понимают, я думаю, что спутники летают с космической скоростью и даже маленькая гаечка, маленький болтик может пробить вот этот трос, над которым трудились бы многие государства. Сотни тысяч людей и так далее над таким грандиозным сооружением. И которое имеет огромную стоимость. И эта стоимость невозможна сейчас предположить. Да, некоторые организации и японцы, например, в 2050 году корпорация Бояши планирует возить уже жителей Земли на орбиту с помощью космического лифта. Но это будет 7,5 дней. Как они позиционируют, необходимо поднять за это количество времени на высоту геостационарной орбиты. То есть это 35 400 километров. Ну и, соответственно, это достаточно неэффективно. Чтобы решить проблему дорогой доставки груза Илон Маск, про которого мы неоднократно говорили, как раз-таки основал, даже вот перед корпорацией Tesla Motors, он основал SpaceX и после продажи своих крупных бизнесов, вначале это Zip2 была компания, потом, соответственно, PayPal была продана eBay корпорации за несколько сотен миллионов долларов и Илон Маск стал в одночасье миллионером. Соответственно, так как этот человек является инженером, математиком, физиком и так далее, у него всегда в голове возникала идея, почему после Аполлона США даже не то чтобы не планирует снова полеты на Луну. И когда были разговоры об освоении Марса, соответственно, эта идея канула в лету. То есть это оказалось действительно историей. Более того, он пришел к выводу, что до сих пор используют двигатели советского производства, как Сергей Анатольевич говорил, и, собственно, даже высказывал желание купить несколько ракет советского производства, но ему, естественно, отказали, так как это США, нам не дружественная в политическом плане страна. И, соответственно, он начал двигаться, абсолютно не понимая сути, как создавать ракеты, как создавать космические пилотируемые аппараты. Будучи просто инженером, будучи достаточно успешным миллионером, предпринимателем, он начал изучать, очень много читал, создал ядро, научно-производственный центр свой. И, действительно, ему удалось создать первые летательные аппараты, Falcon, Dragon 9 и так далее. И удешевить стоимость использования ракеты. То есть, фактически он удешевил в 4 раза. То есть, из 24 миллионов он снизил стоимость использования до 6 миллионов. То есть, стоимость создания и самого полета ракеты. И идея в том, что необходимо использовать первую ступень, чтобы обеспечивалась вертикальная посадка. Весь мир обладировал, действительно, несколько дней назад, когда 8 апреля, либо 7 апреля, точно не помню, была совершена вертикальная посадка первой ступени ракеты. И были попытки более 10 раз, на самом деле, вот этих вертикальных посадок на подвижной дрон, корабль-дрон в открытом океане. Была осуществлена вертикальная посадка. Это доказывает, что, да, действительно, можно экономить значительно при выводе грузов в открытый космос на геостационарную орбиту. Но в чем могут синхронизироваться и взаимодействовать Анатолий Эдуардович Веницкий и, соответственно, Илон Маск? Это, собственно, идея чисто наша, на наших технико-экономических вебинарах, но теоретически. И Виктор Бабурин также вот предположил такую идею, что SpaceX название было выбрано не просто так, потому что Илон понимает, что такую грандиозную задачу ему не решить в одиночку. И как раз таки X, неизвестная величина, она подразумевает под собой некого партнера. И если соединить SpaceX и SkyWay, то получится SpaceX. Это как раз таки одно из названий таких вот рабочих названий, абсолютно логически обоснованного орбитальной струнной транспортной системы по технологии Анатолия Эдуардовича Веницкого. И, соответственно, геостационарная транспортная система, которая позволит выводить в открытый космос действительно десятки миллионов тонн за один полет. И если так назвать, то есть тут можно больше назвать именно поднятие с Земли на геостационарную орбиту. И все это обосновал Анатолий Эдуардович Веницкий еще более 30 лет назад на конференции по неракетному освоению космоса. Немножко цифр, дамы и господа, вот просто представьте. Еще точно не ясно на самом деле будут являться акционеры, которые сейчас инвестируют в корневую компанию дольщиками данного проекта. И я вот прямо ясно и четко вижу, что в пределах 10 лет при развитии Транснет, при замыкании сети Транснет мы действительно увидим данное грандиозное сооружение. И более того, Анатолий Эдуардович Веницкий в своих суждениях, мыслях и непосредственно вот нам также говорил, кто общался с ним лично, что когда начнется уже достаточно серьезная первичная капитализация, Анатолий Эдуардович сразу начнет разработку технической документации и так далее, именно гистерационарной транспортной системы. Думайтесь, если десятки триллионов потенциал развития адресных проектов, как минимум десятки триллионов по технологии Skyway, по струнной технологии Анатолия Эдуардовича Веницкого, какой мощный и масштабный бизнес, то есть это даже не бизнес, это наука, которая не поддается вообще исчислению, именно вот в экономическом эффекте, это будет колоссальный экономический эффект. И Илон Маск также сейчас получил миллиардных контрактов от НАСА, выводит спутники над орбиту, менее затратно, так скажем. И как раз таки Spaceway, ОСТЮ, орбитальная струнная транспортная система Анатолия Эдуардовича Веницкого, теоретически может позиционироваться как таким плацдармом, как именно отправной точкой для уже восьмого технологического уклада, то есть это путешествие человечества на другие планеты, в том числе на Марс, мечта Илона Маска. И, соответственно, при минимальной стоимости перемещения товаров, грузов, человека, примерно 1 килограмм, несколько долларов, на геостационарную орбиту, мы при минимальных затратах можем уже выводить летательные аппараты в открытый космос, и как позиционирует Илон Маск, примерно от 3 до 6 достигнуть Марса, и там также будет, чего Маск сейчас не реализует и не задумывается, и замечательно, что Илон Маск сейчас не занимается транспортом второго уровня сам, именно Херл Дуб, и, как скажем, дойдут у него руки, потому что сейчас он очень серьезно занимается капитализацией Tesla Motors, то есть строительство гигафабрики и так далее, и строительство гигафабрики, я думаю, тоже будет синхронизироваться, скорее всего у нас будет своя гигафабрика по производству аккумуляторов для массового производства юнибайков, соответственно, огромное количество батарей действительно понадобится. И весь положительный опыт, естественно, Skyway в том числе будет использовать, и при тех фактах, что создается инновационный бетон, специальный раствор для наших нужд, говорит о том, что если человек, который не разбирался в ракетах и не являлся специалистом аэрокосмической промышленности, смог собрать научно-производственное конструкторское предприятие и смог запустить ракету в космос и более того, обеспечить вертикальную реактивную посадку, то представьте, какой потенциал у нас с вами, дорогие друзья, которые являются дольщиками, как и все мы, корневой компании, в реализации глобального проекта геостационарной транспортной системы ОСТЮ, когда Анатолий Эдуардович Уницкий как раз в этом плане является специалистом высшего класса. И на самом деле, дамы и господа, не стоит думать, что это будет где-то в 40-х годах, в 50-х годах, как позиционируют строительство космического лифта. В Японии это вообще фактически национальная идея, и сейчас огромные силы бросаются на производство вот этих углеродных нанотрубок. Нам и господа, на самом деле, никому еще не удавалось перепрыгнуть через технологический уклад. То, что позиционирует Илон Маск, это восьмой технологический уклад. Обязательно нужно реализовывать эту идею, это наша подстраховка, возможно, пройденные уже точки невозврата, и сейчас мы можем отсрочить посложнения от болезни, от экологической загрязнения нашей любимой с вами Родины, планеты, Земля, и, соответственно, еще на несколько поколений продлить. Но действительно стоит задумываться о перемещении на другое место обитания. Об этом говорили фантаты, и то, что было и писалось в книгах Жюль Верны и так далее, других фантастов, все сейчас реализовано. И, дамы и господа, на самом деле, недолг тот час, когда реализуется восьмой технологический уклад, но этому будет следовать и предшествовать седьмой технологический уклад, а это как раз-таки Spaceway. И поэтому мы глубоко убеждены Сергеем Анатольевичем, что Илон Маск и Анатолий Эдуардович Юницкий, являясь и на сегодняшний день некими конкурентами, возможно, будут в будущем сотрудничать в синергии и взаимодействии. Потому что Илон Маск, так же, как и проект Skyway, сталкивался со многими препятствиями крупных корпораций, как Boeing. И, собственно, он обеспечил вообще несостоятельность этой идеи космического лифта и так далее, несостоятельность идеи использования обычных ракет, которые не будут использовать вертикальную посадку ступени. И если говорить из истории, то на самом деле история развития ракетного освоения геостационарной орбиты и дальнейшей посадки, можно сказать, что так же схожа с выводом транспорта второго уровня. То есть вначале это был гужевой транспорт, потом паровозы, потом, соответственно, двигатель внутреннего сгорания. На первом уровне это все было, и сейчас настало время переходить на второй уровень, перемещаться над пробками, над загрязненным, так скажем, воздухом, и наблюдать нашу с вами прекрасную природу России, других стран на высоте, в том числе птичьего полета. И недолго тот час, дамы и господа, когда мы будем наблюдать уже на геостационарной орбите в ОСТЮ, и далее последует уже восьмой технологический уклад. Но взаимосвязано, и все будет формировать еще более мощную капитализацию, чем сформировал пятый технологический уклад, а это триллионы долларов увеличения мирового ВВП. И этот бизнес мы с вами, дамы и господа, и вступаем, мы в него и инвестируем. И это как Джордан Белфорд, гениальный финансист, и тот, может, репутацию его знает не с очень хорошей стороны. Но он недавно в одном из своих интервью сказал, что он не инвестирует в биржи, и на самом деле он понимает четко, и это действительно так и есть, что невозможно обмануть биржевых роботов и так далее. То есть различные технологии используются, вплоть до мобильных передатчиков, быстрой передачи информации, буквально когда вы вследствие человеческого фактора затормаживаете, даже на микросекунды вы проиграете в бирже. И, соответственно, Белфорд инвестирует как раз-таки в недооцененные прорывные технологии. Кто знает, возможно, то проинвестирует и в Skyway, когда кто-то ему грамотно донесет эту идею, прорвется сквозь большую команду людей, защищающих его информационное поле. И, соответственно, он действительно прав, что стоит инвестировать в прибыль направления, которые развиваются сейчас и будут наиболее перспективны в ближайшем будущем, чем является проект Skyway, который спасает планету и который создает будущее для нас и наших будущих поколений. Благодарю за внимание, до скорых встреч на вебинарах. Спасибо, Алексей. Всегда с большим удовольствием смотрю его взгляд, у него всегда свой взгляд на определенные вещи, которые мы доводим. И здесь, конечно, друзья, я сразу вам обозначил, сразу сказал, что мы сегодня посвящаем весь наш вебинар Дню космонавтики, это моя любимая тема, потому что обычно, в обычные дни, и в обычном, мы не можем с вами разговаривать о Циолковском, Королеве. Вот, казалось бы, страна после войны, разруха, Советский Союз создавал космическую отрасль, ракеты, первый человек в космосе. Казалось бы, зачем народ напрягался и создавал целое направление. Тем не менее, это гордость, которая сегодня определяет целую эпоху. Сегодня, мы еще видели репортажи, мы гордимся тем, что создали наши отцы и деды, потому что на сегодняшний момент Роскосмос, то, что сегодня проедается и уже там растрачивается последний, скажем, потенциал, который создан был еще в Советском Союзе, это нельзя назвать развитием космонавтики. И, соответственно, то, что мы уже сами не смогли содержать свой орбитальный комплекс, а только идет МКС, где мы определенную роль любим. Это тоже, друзья, определенный показатель. Но, тем не менее, друзья, здесь очень много обсуждалось вопросов о том, как, что и здесь, друзья, это абсолютная правда. И говорить о том, что сегодня аналогия или сегодня цикл, который повторяется начало 21 века, так же, как в начале 20 века Циолковский выдал концепцию ракетного освоения и новой отрасли, нового направления целого человеческих знаний, то, что вылилось потом в космонавтику. И сегодня, когда Юницкий выдает новое направление освоения космического пространства, друзья, об этом не говорить или что нам об этом скрывать или говорить, что этого нет или нет, друзья, сначала вы получите 10 центов или 1 доллар на акцию, которая говорит, а после этого будем говорить о космосе. Это, друзья, не столько смешно звучит, а правильно здесь Валентина написала, что, друзья, рожденный ползать не летать не может, а уйди со взлетной полосы. Это, друзья, не в укор кому-то сказано, я не знаю тут сколько лет людям, которые пишут вот эти активные или пытаются из себя сделать умников. Это люди, которые обычно, когда в зале, мне очень просто с людьми общаться, потому что я вижу возраст, я сразу задаю вопрос, например, как летает самолет, может ли человек сегодня просто с техническими знаниями объяснить, как аппарат там 200-250 тонн весом с несколькими десятками тонн горючего, не махая крыльями, а спокойненько выкидывая назад раскаленные струи газа, взлетает. Каким образом работает закон Бернули, хотя я абсолютно уверен, что тот, кто летает на самолетах, 99% не подозревают о том, что закон Бернули, это и есть закон подъемной силы. Соответственно, когда люди пользуются мобильными телефонами, я задаю вопрос, а каким образом миллиарды устройств видят другие миллиарды устройств, каким образом комбинация цифр, электромагнитный сигнал и другое устройство в другом части света может узнать и определить этот сигнал. Так вот, я могу сказать, что эти все умники с технической точки зрения никогда ответить на этот вопрос не могут. Но задать еще кучу вопросов, порвется, не порвется, зует, не сдует или что там будет с креплением, вот эти, друзья, как раз задавать могут. И здесь цель обычно, это совсем другая. Это либо, как мы уже видели на одной из конференций, показать свою значимость, показать свое умствование, а с другой стороны, это просто ввести в заблуждение и помешать вести работу. Но сегодня, друзья, цель, я вам сразу сказал, что я не могу говорить об этом, потому что это то, что мне нравится больше всего. Это то, что сегодня действительно показывает значимость и глобальность этого проекта. То, что сегодня мы не просто занимаемся транспортом на земле и решаем ряд вопросов. Мы сегодня занимаемся созданием следующего цивилизационного уклада. И то, что школа инженера Юницкого решает эти задачи, нам что, друзья, об этом не говорить? Или что нам, друзья, говорить, что это чуть-чуть будет не так? Или нам это скрывать и говорить, пока мы не построим юнибайки, а потом юнибусы, а потом не запустим юниметы, мы не будем этим заниматься? Нет, друзья, Юницкий никогда не скрывал свою цель и задачу. Он говорил, мы запускаем транснет, это как предподготовительный этап следующей системы. Естественно, что он как инженер, создавая инженерную мысль, он не, ну, скажем так, не оперирует теми понятиями, которые мы обладаем как экономисты. Которая описывает то, что он сказал экономическим языком. Языком технологических укладов, языком последовательности технологий, языком последовательности действий в финансовой сфере. Понятно, что без запуска, без создания транснет, то есть общей системы, которая замкнется вокруг Земли и создаст единое пространство, уже не информационное, а именно транспортное, именно пространственное перемещение товаров, услуг и людей. Соответственно, нельзя говорить об общей планетарной системе, которая будет вокруг Земли. И опять же, друзья, это очень важно. Мы эти вещи говорим сегодня на вебинарах, которые для тех, кто пришел уже не первый раз. Для тех, кто оперирует нашими понятиями и для тех, кто понимает, о чем мы говорим. Конечно, для новичков, который с первого вебинара спустился на второй, я так и предполагаю, наверное, что некоторые люди, которые сегодня активно пишут, это и есть такие новички, которые вошли, им очень трудно понять. И когда их привлекают, им говорят, что вы получите капитализацию акций, как сегодня идут на некоторых наших вебинарах в тысячу, в десятки тысяч раз, а он приходит на вебинар, а тут слышит про какие-то геостационарные транспортные системы, то, конечно, это несколько сложно для восприятия. Но, друзья, я могу сказать, что мы вообще с вами собрались и делаем непростое дело. И когда мы говорим, что нет второй стороны собеседников, кому это объяснять и говорить, то это действительно так. А вот теперь представьте, друзья, а с кем нам, если мы про Транснет только после долгих-долгих лет, и когда технология SkyWay в Марьиной Горке уже начинает приобретать осязаемые черты, когда идут испытания и уже намечены сроки демонстрации по соцификации, только после этого определенные чиновники переходят из категории «этого не может быть» в категорию «а если это правда». Я вам говорил, что мы сейчас находимся как раз вот на этом очень важном переходном периоде. Вы представляете, друзья, о чем же или с кем же говорить о транспортной системе неракетного освоения космоса? Это, друзья, и вот теперь представьте и себя поставьте на место инженера Юницкого, который знает и изобрел это 40 лет назад, но ему даже объяснить или сказать значимость этого изобретения некому. Поэтому, друзья, я могу сказать, что те цели и задачи, которые мы сегодня перед собой ставили, это чтобы вы имели об этом представление, чтобы вы понимали, что проект этот не имеет горизонтов, что дальше за тем, что мы сегодня делаем транснет, а дальше уже замыкаем его вокруг Земли и дальше начинаем развивать на всех континентах, уже сегодня стоит следующий горизонт, и инженер Юницкий уже сегодня проектирует и делает те задачи, о которых мы с вами, друзья, даже не задумываемся. Но на таких людях, на таких изобретениях всегда стоит вся цивилизация, всегда стоит развитие. Друзья, если бы мы только смотрели на акции, цену и прибыль, то никогда бы не был создан интернет, никогда бы не были созданы новые транспортные системы, двигатели внутреннего сгорания, никогда не появилось бы электричество, никогда не появилась бы паровая машина, и, друзья, мы бы обречены, не то что обречены, мы бы всегда, наши пятки занимались тысячи лет. Но так и устроена природа человека, его пытливая вещь, он всегда накапливает знания и всегда пытается сделать что-то новое. И как раз на людях, которые стремятся к новому, и именно такими людьми были и Константин Эдуардович Циолковский, то есть человек, который дал концепцию. Казалось бы, учитель из города Боровска, Калужской области, который всю жизнь преподавал астрономию и математику. Вот казалось бы, почему ему интересно было описывать и создавать концепцию освоения околоземного космического пространства и создавать концепт многоступенчатых кораблей. Вот казалось бы, почему? Вот так, наверное, и устроена, друзья, природа человека, что если ему это дано, если в него заложена эта пытливая вещь, то она должна быть реализована. Я могу сказать, что в Юницком, как в инженере, заколожено очень большое количество решений, которые могут быть полезны для нас, как людей, которые реализуют этот проект, для компаний, которые капитализируют интеллектуальную собственность, но и для человечества, которое потребляет эти продукты. Поэтому тоже много задается вопросов, что будет затем, когда закроется вход в корневую технологию. Во-первых, друзья, во-первых, мы ждем этого, не дождемся, потому что мы с вами будем обладать сразу очень серьезными капиталами. А второй момент, мы, друзья, вам сразу дадим целую программу, куда мы с вами уже как профессиональные, еще раз повторю, профессиональные, потому что мы люди, которые пришли в краудинвестинговую систему, которые заработали в этой краудинвестинговой системе определенные капиталы, и мы с вами обязательно разработаем систему, как это инвестировать для того, чтобы приумножить и создать еще не одну, и не две, и не три новые технологии. И уж, друзья, когда мы с вами запустим Skyway как локомотив, то следом за этим еще целый набор технологий, которые будут капитализироваться с не меньшим эффектом, друзья, чем технология, которая сегодня является первой и самой сложной. Ну вот, друзья, давайте на этом, наверное, сегодня нашу, скажем так, вебинар, нашу встречу, посвященную Дню космонавтики, посвященную именно прорывному направлению советской индустрии, советской научной школы, российской инженерной и научной мысли. Сегодня завершать, именно понимая, что преемственность не заканчивается, что за этой замечательной плеядой, которую я не раз уже называл, это начиная от Можайского, Сикорского, Сауковского, Жуковского, идет еще следующая плеяда российских, русских ученых, которые дают следующие концепты, и это будет дальше реализовываться. И если кто-то говорит, что русская научная мысль, Россия, она будет после этого там либо ликвидирована, либо забыта. Нет, друзья, никогда этого не будет, потому что благодаря таким людям, благодаря нам с вами, благодаря команды, которые это работают, мы всегда найдем выходы, мы всегда найдем решения, мы всегда найдем ответ всем угрозам, которые есть. И этому, друзья, просто элементарное знание истории. Так было всегда, и не за одну тысячу лет истории. И так будет всегда, друзья. Поэтому, да, были сложные периоды, да, были непростые периоды, и сейчас непростой период, но все, друзья, все преодолеется, все сделается, все запустится, и будет Россия процветающей, богатой, серьезной страной, благодаря именно новым технологиям Транснету, благодаря Скайвею и струнным технологиям инженера Юницкого, и именно из России пойдет дальше следующий шаг по освоению космоса, дальше, как было уже не раз, друзья, и как будет тоже еще не раз. И я могу сказать, что, я произносил уже на предыдущем вебинаре, если нас пугают каким-то правительством, какими-то страхами, то, что впереди нас ожидает очень сложное и плохое будущее, нет, друзья, я могу сказать, что мы знаем будущее, которое будет, мы реально его создаем своими руками, и я могу сказать, что то будущее, которое мы с вами все вместе создаем, оно мне очень нравится, и я бы хотел максимально прилагать усилий для того, чтобы это приближать. Для этого, друзья, мы прилагаем с Алексеем все силы, то есть мы вот сейчас ведем по 4 вебинара в неделю, со следующей недели 6 вебинаров, пробовали 8, уже, друзья, тяжело, 8 вебинаров пока выдержать не можем. Мы проводим конференции, и дальше эту работу мы будем только расширять для того, чтобы информация это шла, чтобы люди, получающие информацию, получали все ответы на вопросы, которые у них возникают, ну и, соответственно, друзья, мы как раз показывая каждый раз результаты, которые, к которым мы сегодня подходим, я могу сказать, что, друзья, лично у меня нет никакого сомнения, что и Транснету быть, как в свое время сказал Александр Иванович Лебедь, так и Спейснету, то есть следующая система, также она практически, она уже разработана, практически мы с вами разработали систему, которая позволит это реализовать. Поэтому, друзья, строй SkyWay, спасай планету, с прошедшим праздником космонавтики, и я могу сказать, что у нас еще ожидает очень много интересных, научных, прорывных разработок, которые вы увидите в рамках научно-технологической школы инженера Юницкого, которую мы так и называли SkyTech, то есть следующая клеяда таких небесных технологий. И это, друзья, все не фантастика, это реальные вещи, которые мы делаем, для которой для нас сегодня повседневность, а для вас завтра это будет то, чем будет пользоваться каждый человек, живущий на планете Земля. Все, друзья, всего доброго, до встречи уже в... Следующий вебинар у нас в среду по расписанию, а уже потом у нас будет встреча в Минске. Я надеюсь, что многих из вас я лично увижу, у нас будет возможность пообщаться, задать вопросы, сфотографироваться, и просто, так сказать, провести очень приятное время, поддержку проекта SkyWay. Тем более, что у нас будет очень интересный повод поздравить Юницкого, отгадавшись с днем рождения, вот, что тоже представляется каждый раз, как особое событие. Всего доброго, друзья, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok